На счету Яна Власова сотни вызовов, пожары, аварии, спасения на воде. По специальности мужчина – химик-дозиметрист. В городе с большим количеством предприятий такой сотрудник необходим. В случае ЧП он может взять под контроль любые опасные вещества. Одно из пример – это аммиак, который используется на охлаждении. Это мясокомбинат очень большой у нас, бровар такие. И вот если там пройдет какая-то утечка или разъематизация, взрыв какой-то, то мы будем в этом, моя специализация, приехать на место, установить, что за вещество и ликвидация этого вещества. С подобным мы не сталкивались, слава богу. Просто выезжаем на занятия и отрабатываем это все как условно. В жизни каждого спасателя есть выезд, который невозможно забыть. Для Яна Власова такой произошел три месяца назад. Вызов прозвучал в конце рабочего дня. Тонет человек в озере Шаманка. По прибытию стало ясно – времени на размышления нет. Я выбежал из машины и побежал уже туда, к этому месту. Подбежал к месту, у человека уже скрылся под водой. Я сколько было сил туда прыгнул, схватил, успел найти под водой его руки, схватил за руки и вытащил его на поверхность. Для оказания качественной и своевременной помощи передовая техника. Автомобиль МЧС готов практически к любым ЧП. Здесь защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур. 12 рукавов трех диаметров, цистерны внутри 5000 литров воды и 350 пенообразователя. Плюс пожарные стволы, знак аварийной остановки, конусы, бензопилы и бензорезы. На всякий случай. А сколько они весят? Весят около 20 килограмм. Я подниму? Ну, можете попробовать. А, так, это очень... Давайте, я подержу. Нет, я не думаю, что... Можем работать с вами вдвоем. Вдвоем? Вот. А как они открываются? Подсоединяется к гидравлической шланг и с помощью давления масла, которое подается сюда. Я кручу рукоятку, они разжимаются и сжимаются. Есть и резервная техника. К ее помощи прибегают, если основных сил не хватает. Машины уже много лет верой и правдой служат МЧС. Здесь и автомобиль водолазной службы. Незаменимое средство при спасении на воде. ЗИЛ-131 перевозит личный состав и проходит по самым сложным дорогам. Здесь имеются костюмы сухого и мокрового типа, в которых спасатели заходят в воду. Одевают спасательные жилеты, берут с собой плавсориства, если необходимо, могут брать спасательную доску, веревки для страховки. Спасательные круги, спасательные жилеты. Ну и максимально быстро двигаются к месту ЧАЭС. Сергей Чепухин особенно ценит свою работу. Отдать все силы на спасение жизни – главная забота огнеборца. Каждый раз, выезжая на вызов, вспоминает о семье, а не его моральная поддержка. Вообще самое сложное – это незнание. Не бывает двух одинаковых пожаров. Вроде бы все понятно, один и тот же дом, даже один и тот же дом у нас, такое тоже бывает, горит. Но горит по-разному. Возможно нахождение людей, либо нет их. Плотность дыма, то есть то, что ты вообще визуально можешь даже не понимать, что происходит. Не обузданная стихия порой сметает все на своем пути. Полагаться здесь только на себя не получится. Командная работа, доверие и почти братская связь помогает героям без плащей спасать жизни и самим возвращаться домой. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.